Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Андрей Файф и у нас карьера за ЦСКА. Сегодня у нас в какой-то мере тоже дерби против московского Динамо. И... Что бы с Юрой были делать? Дайте вот так, что ли? И поехали. И после первого мы выиграем за счетом 3-0. Сделаем парочку замен. Точнее даже все три. 4-0. Вагнер, Милок, Карвальон. Акалунов у нас трава получает Тимур Петоков. Надолго. 6 дней. Хреново. Что у нас тут? Вагнер. Три гола. Говорят, что я могу выиграть чемпионат. Обычно, кстати, наоборот. Первый год они спрашивают. И обычно отвечают. 75% говорят, что нет. Уже возглавляем таблицу. Спартак фил на 1 очко набрал. И вместе с Рубином. Находится на последнем месте. Да, нужно, кстати, на счет фанфл защитников. Что-то подобное. Трансферное. Так вот пока. Да, трансферное окно закрыто, но они могут в принципе не предложение свое делать. Можно попробовать. Плохо, что у нас команда еще запасная не играет во втором дивизионе. В первом дивизионе, да. Так бы можно было туда сплавлять своих баллистов, и они бы там прокачивались. Вот этот убираем. Ну, у нас удаление ерошек. Кстати. Что-то так сделаю. Понятно, мой косяк. Так. Форвард. Отсчал попробую. Сюда Аршавину. Фьема, гляньте, у нас удаление ерошек. Мы еще выиграли. Вагдер, Милый, Сычев. Ну да, наравне с крыльями мы возглавляем первую дивизион. Из-за злобного фола получил. Команда запасная. Вот это уже, вот это уже хорошо. Опции. Да-да-да-да-да-да-да. Команда запасная. Тут можно что-то придумать. Запасный набор. Я туплю немножко. Так, поэтому сюда можно отправить, в принципе, Руслана Нахушева. Юра Жанкова, он все-таки здесь прокачивался будет так или иначе. Дайте мне два логина оставим. Так, смотрим, что у нас здесь есть. Так. Ну, хотя, чтобы Руслана Нахушева все-таки качался. Тут пока вот это видео. Ну, так, вот. Да, тут никакого у нас нету. Да, защитник. Что-то как-то. Гляньте, они еще в первом круге обыграли-то. Юрий Ура. Угу, угу, угу. Угу, угу. Угу. Угу, угу. Угу. Давадов. Сергей, да, да, тут все-таки форвард. Севрюка, это у нас защитник. Вот вообще у нас, опять-таки форвард. Никого нету получше на эти позиции, это так совсем плохо. Глобов, угу, то же самое, поэтому, а если вот так, ага. Матч против ТСС, что, по СВ, так, это неважно, это, угу, угу, ну, дополнительно можно использовать, можно не использовать, но, а что-то я не понял, что-то тоже будет разобраться, так. И вот. Тут тоже главное не переборщить, так. Угу. А эти штучки, главное, не забывайте, они вам свою пользу принесут. Ну, давайте вот так вот сделаем, сохраним все. Угу. 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 Огрожайную. Играем. После первого тайма счет у нас 0.0. дать по-дольски что-то попробуем да есть это приносит свою пользу мы убеждаем и поднимаясь второе место сейчас потерять щенка главное тоже не упустить этот момент что может быть свободным агенту 5-летняя церковь статус набрали 1 и 3 очка у нас тут мы так идем на двадцать первом месте но берем нормально и осверяем ну и прочь фанк а у нас кстати я че с вами да у нас у один игрок и это у нас будет Денис Володин я че-то Шерсона выбирал но сыраем тима канада потому что у него будет рейтинг падать а он капитан нашей российской сборной по-дольски и вот так вот сыграем ну разница в рейтинге по сути должны победить но тут все все возможно после первого миттайма да но эти ферреры дадим шанс Денису Володину и ременька не может сыграть карвалео это хорошо ух ты 1-2 стало я че-то чуть-чуть пориспывался с крыльями мы так продолжим идем смотреть футболик клуб Москва канувший в лету он тоже тут вторые веки и Ярослав Кишинник а следующий нальч у нас против Казанского Рубина Вальма Лавка потихоньку уже пятый мне нравится сычевка рвали Вальма карвале вообще типа опорник удаление травмы нет слава богу ну тут тоже главное выбрать правильно выбрали эксклюзивно вопрос кто проигрывает Спартак проигрывает сейчас предложим 2.93 пока не предложили что-то как это угробный рейтинг низковатенький и зачастую кстати после первого сезона Казанского гений по-настоящему роскошься в казане александр домингес да я соглашусь пускай уходит казанский гений казан казанским гений казанского рубина александр домингес уходит свободным агентом так так сохраняемся и мать против казанского рубина дачи что придумать что придумать что придумать подольский давайте вот так попробуем обыграть казанский гербин мы говорим после первого тайма найти аршавин и что-то с фондами карвали или в нашей жизни был скорее всего ferrari дадим шанс шпандольский вместо кауна 21 слава богу порвались чем забили мы возглавляем таблицу так как крылья советов сын ником ярославским широко в бомбардирах также как и спартак гогнив а гогнив-то играл за цска если кто не знает не проблема и следующий матч у нас кубковый ну что теперь у нас появится наконец-таки опорник да мы наконец-таки с опорником рейтинг всем акачу запад начал аршавин дать вот так вот сыграем кашпадольский не так уж ох не узнаем доктор на дне щепчок кое-что глянем команда запасной карасича ладно поехали после по первого тайма 3 0 чиди аудио те кто вроде их не особо высокий и денис володина 4 0 ерошек вагнер вагнер и аршавин еще не играли и матч против было написано что это слабый фаворит манчестер юнайт это за слабый фаворит еще не играли как играет ничего не сказано на сегодня то все следующий матч у нас будет против манчестер юнайт с вами был сегодня эндерфайв подписывайтесь на канал комментируйте свое видео ставьте лайки напишите в комментарии кого бы вы точнее кем бы вы реально усилились трансферное окно надо писать пока персион роналду месси это пока нереально вот реальный трансфер который да у нас дофига денег но вот реально точное усиление то есть 1 2 3 футболиста которые могли бы прийти усилить нашу компанию следующее трансферное окно на сегодня все пока пока